Здравствуйте, мои дорогие зрители! С вами Школа Рукоделия и я Вика. Сегодня у нас экспресс мастер-класс. Просто разборчик вот этого вот джемпера. Классный. Мне прислала подписчица в Инстаграм. Фотография я хотела его, конечно, видеть с разных ракурсов, но фотография взята из магазина, просто который продает вот такие вот свитерочки. Он простой в исполнении. Девчонки, сама изюминка, там воротники. Вот этот вот воротник лодочкой, который можно спустить на плечо. Здесь как бы и фотография со спущенным как бы на плечика воротником, хотя он нормальный там. Если присмотреться, то его носить можно ну как бы как просто лодочка и как вот спущенный на плечика. Связан он элементарно. Единственная как бы трудность это вот этот вырез лодочкой и сам воротник. Ну, это не трудность на самом деле. Ну, посмотрим на реакцию, девчонки. Если что, я могу сделать как бы просто мастер-класс подробный вот этих вот этого ключевого момента, этого воротника. Как бы как его сделать подробно. Потому что основу вы легко свяжете на свой размер. Думаю, вам не сложно будет это сделать. Ну, в общем, посмотрите видео, посмотрите на свитерочек и подумайте. Если модель вам интересна, я сделаю просто вверх. Как бы вот сам ворот сделаю мастер-класс подробно. Потому что вот посмотрите, что я буду сейчас объяснять. Если вам этого будет недостаточно, сам джемпер, я думаю, я вязать не буду. Там можно, увидим. От вас зависит. Могу, в принципе, связать от начала до конца просчитать размеры. Потому что модель как бы базовая, да, простая базовая. И, в принципе, тут не сложно просчитать размеры и сделать как бы подробный мастер-класс. Вещь такая универсальная, да. Под дюбочку, под джинсики, под что угодно. Вот, значит, что по пляже, девчонки, рекомендации мои. Вот я порылась у себя по сусекам. Слава Богу, что я уже могу порыться и что-то вам предложить. Это меня очень радует. И вот я прям вижу либо вот это, либо вот это. Вот почему-то, скорее всего, больше всего, склоняюсь к этой пряже. Как бы, Alize Real 40+, значит, что у нас тут по составу? Это не обязательно вы должны прям из нее вязать. Это просто мое видение. Вот я вижу из этой пряжи. Можно вот это вот, два сложения, просто Alize Real 40, вот, без плюса. Она тоньше. В этой у нас, сейчас я скажу по метражу, пока найдешь, 480 метров, а в этой 225. Вот половина. То есть, это два сложения, этого два сложения. Вот. По составу у нас тут, у нас тут 60% акрил, 40% шерсть. Девочки из Украины, добро пожаловать к нам в Инстаграм. Правда, там еще сайт в процессе разработки. А вот эта пряжа, пока, я не знаю, есть ли она там еще в Инстаграме. Я скажу, Леночке, она вам выложит цветовую гамму этой пряжи, если захотите. Для моих зрителей из Украины с удовольствием рекомендую продавца турецкая пряжа. Ссылка на аккаунт в Инстаграм под видео. Страничка новая, не пугайтесь, но она полностью под моим контролем и создана для того, чтобы обслуживать именно моих зрителей, которые перейдут туда. То есть, чтобы можно было купить пряжу на определенную мою модель. Я постоянно на связи с девушкой, которая обслуживает эту страничку. ассортимент будет регулярно пополняться. Это все в будущем. На связи с вами будет прекрасная девушка Елена. Обратиться к ней вы можете не обязательно на Инстаграм. У кого нет Инстаграма, под видео есть электронная почта, Viber, WhatsApp, номер телефона. Как вам удобно, пожалуйста, обращайтесь. Это мои проверенные контакты, так что не пугаемся. Я на связи, я консультирую, поэтому задавайте вопросы. Мы с ней будем обговаривать. На вопросы, которые она не сможет ответить, в любом случае я на связи, я проконсультирую по поводу моих моделей, я имею ввиду. Все последующие модели на моем канале будут связаны из турецкой пряжи, то есть из пряжи турецкого производства, для того, чтобы все могли эту пряжу в любой стране приобрести. Не только в Украине, в Украине я рекомендую продавца. Если вы продавец в любой другой стране этой же пряжи, ко мне обращайтесь. На страничке в инстаграм будут регулярные розыгрыши, лотереи на пряжу, скидки. Это все планируется, так что, девчонки, переходим, подписываемся, следим за аккаунтом и приобретаем пряжу. Не обязательно, можно только просто участвовать в розыгрыше. В общем, следите за новинками, все полезные и нужные ссылочки под видео. Тут, понятное дело, состав тоже 60 акрил, 40 шерсть, вот такая вот пряжа. Я бы из нее связала. Значит, что по самой модели, девчонки. Давайте так, у нас базовая, как бы, выкройка, элементарный, спущенный рукав, ровное полотно от низу до верха, то есть, вы начинаете, набираете петли, вяжете образец, по видео, определяете количество петель, которое вам нужно набрать и набираете по ширине. То есть, вам нужна ваша ширина изделия, лучше всего мерить его по джемперу, который вы хотите получить ширину, вот, и длина изделия, общая длина изделия. Вот, общей длины изделия мы отнимаем глубину, глубина, глубина, глубину выреза, глубина выреза лодочкой, она меньше, чем глубина классическая. Если классическая, я беру из расчета, где-то 12-13 сантиметров, глубину, то здесь, где-то, вот это вот, значение, как бы, вот оно. Здесь, 7-8 сантиметров, 7-8, для передней детали. вот, здесь же есть скос плеча, он явно там выражен, то есть скос есть обязательно, нам нужен скос. То есть, для начала, мы от общей длины отнимаем вот эти, 7-8, 8 сантиметров, и получаем длину, которую нам нужно связать до горловины. То есть, до горловины, мы не напрягаясь, набираем нужное количество петель, вяжем 5 сантиметров, я вижу так, 5 сантиметров, резинка 1 на 1. Вот. Далее, переходим на элементарную чулочную гладь, и вяжем до горловины. Вот, чтобы от начала до горловины, у нас было вот это вот число, которое мы от общей длины отняли горловину. Что же у нас в горловине? Вот. Здесь, вот, все очень непросто. Все не очень просто. Значит, что я вижу? Я вижу там незаконченные ряды и набранные открытые петли, которые переходят в горловину. Для этого нам нужно, что сначала по глубине мы определили, что это 7-8 сантиметров, по ширине вырез лодочка, он у нас где-то находится вот в конце плеча, да, поэтому вот визуально то, что я вижу, я вам как бы определите вот так вот. Разделите все количество петель пополам, потом еще раз пополам, то есть на 4 части. Вот здесь вот 2 четвертые, это будет вырез горловины, 2 четвертые, а здесь плечо, и здесь плечо. вот таким вот образом разделяются петли. Вот, плечо у нас спущенное, соответственно, горловина широкая, тем более там достаточно такая внушительная обвязка, поэтому горловины нам нужно много. Вот, далее, что мы делаем? Мы вяжем вырез лодочкой. Вырез лодочкой, вот мы закрываем центральные, значит, одна, 1, 2 от всех вот этих петель мы закрываем на центр. Вернее, здесь мы оставляем открытые, 1, 2 вот этих вот всех петель. Вот мы вяжем сюда, оставляем маркером и обозначаем половину вот этих вот петель, для горловины не всех петель, а именно вот этих вот. 1, 4 от всего этого, всего количества. Значит, оставили, поставили маркер, вяжем сюда здесь у нас будет скос плеча у 5 значит здесь оставили и довязали здесь довязали первый ряд ничего не делаем возвращаемся здесь у нас будет 5 4 3 2 и тут в зависимости от петера то есть вам нужно нет как при классическом вырезе здесь нет вот этой вот части которая вяжется ровно то есть вам вот эту часть петель которая у вас осталась вот здесь вот распределить так на вот эти незаконченные ряды чтобы вы сошли в этом месте вот допустим эти петли по 5 петель вы разбейте сколько у вас будет допустим 5 незаконченных рядов это значит что и здесь у вас должно быть 5 незаконченных рядов которые вы распределяете на начинаете от большой цифры здесь может быть 6 может быть с четверки начинаться вот если допустим у вас здесь петель здесь 15 петель то вы 5 4 3 2 1 как раз у вас получается 15 петель если у вас вот исходить из этого классика это 15 петель 5 4 3 2 1 если у вас есть еще петель если 2 то вы добавляете их сюда допустим 6 5 3 2 1 это сработает если у вас больше петель допустим 6 вы добавляете здесь еще 6 начинаете то есть 6 5 4 3 2 1 если у вас здесь 5 незаконченных рядов то вы вот это вот начинаете еще вяжите ровные ряды пока вы не сравняетесь количестве вот здесь 1 2 3 4 5 6 всего один ряд вы вяжете классический а здесь незаконченные потом вы начинаете здесь тоже пока делать незаконченные ряды и сходитесь в этой точке то есть у вас не должно быть вот этого ровного кусочка вот тоже сам потом возвращайтесь сюда и вяжите вот это вот незаконченные ряды так что по спинке спинка у нас если брать спинку если у нас спинка если передняя деталь у нас вот такой вот вырез то спинка у вас мельче да по спинке мы закрываем оставляем по центру больше а здесь вот допустим оставляем вот именно вот эти вот 4 8 6 5 4 незаконченные ряды то есть их будет меньше а те петли которые лишние они уходят в центральную часть незаконченную то есть по итогу у вас должна быть вот такая вот лодочка передняя деталь задняя деталь чуть меньше глубина ну и соответственно плечо тоже мы делаем далее что вот видите вроде бы казалось просто если вы совсем уж новичок то не делайте сквозь плеча делайте ровно ничего страшного вот если вам сложно если вам тоже сложно как бы вот эти не законченные ряды закрывайте центральные петли закрывайте нормально вот здесь вот петли потом на горловину наберете и все то есть таким вот образом можно упростить как бы исполнение этой горловины не делать сквозь плеча и здесь не делать незаконченные ряды просто закрывать петельку вот так будет проще для тех кто совсем новичок хотя по сути модель интересная но смысле простая вот далее что мы делаем спинку связали перед связали сшили плечо набрали петли набрали сейчас я расскажу горловину раз уж мы уже в горловине набрали петли 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 у нас вот что у нас по горловина горловина у нас вяжется сантиметра три резинкой один на один один на один и далее переходим на чулочную гладь чтобы я сделала я бы сделала вот здесь вот сокращение чулочную гладь вязала бы вот так неровно хотя я вижу там ровно хотя может быть и ровно тут я не могу сказать сто процентов а здесь можно сделать скос можно не обязательно я же говорю это мои предположения вот далее вяжем эту резинку где-то 7 сантиметров чтобы резинка закрутилась валик и вот здесь вот по плечику вот смотрите где эта резинка закручивается ее прям этот валик там он очень хорошо видно что валик прям прошит и прихвачен как бы зафиксирован возможно он зафиксирован в нескольких местах да тоже не могу сказать пока ну то что он зафиксирован на плечах это однозначно горловина я думаю понятно да то есть все таки я думаю этих убавлений и не нужно вот такая вот головинка это все у нас закрутиться валик прикрепиться к резинке вот так вот и будет это так теперь рукав рукав элементарно как обычно я всегда говорю держите первой спинку чтобы по спинке потом сложили ее вдвое можно определить полностью как бы и манжет сколько петель надо и сколько добавить петель надо все очень просто определяется по спинке рукав я всегда делаю так самый верный способ потому что предварительно рассчитать рукав я думаю проще будет потому что это самый простой способ для расчета рукава вот то есть мы вяжем резинку мы добавляем четвертом либо шестом ряду по одной петле в начале в конце единственное обязательно обязательно девчонки сделать акад чтобы для лучшей посадки скос плеча и акад и в такой вот модели ну как бы в классическом простой это самый верный способ для как бы для хорошей посадки да потому что если вы вяжете плечо ровное и рукав ровной уже начинаем под рукой собираться вот эти вот складки они и так соберутся но сделав акад и скос плеча вы их минимализируете все а как я рекомендую делать для рукава вот незаконченными рядами либо закрывать здесь по три петли вот так вот вот таким вот образом с обеих сторон по три петли в центре где-то оставляю около 8 8 10 сантиметров как бы ровного ровных петелек которые потом закрываем вот и все с рукавом и вот и все с джемпером девчонки очень интересная модель очень простенькая базовая вот вот как надо из той серии которая должна быть у всех да вот базовые модели они должны быть у всех вот в принципе все девчонки на этом все с вами была вика школа рукоделия всем пока пока